Атларын ташыганларға студиядан селямлар олсын. Программамыз Дэвамэйттэ, келнэс мераклы барлэвқа, а чылған теткэхатлар белі инсанлар ахында. Бұрыныс, сонғай аязықке сақылықлашы жақыз. И все эти устройства непрерывно обзаводятся новыми функциями, более мощными процессорами, большими цветными экранами, беспроводной связью, в то же время уменьшаясь в размерах. Обычных аккумуляторов и батарей становится явно недостаточно для питания последних достижений электронной индустрии в течение существенного времени. А безнадежных и емких батарей теряется весь смысл мобильности и беспроводности. Основной принцип работы топливных элементов был открыт британским ученым сэром Уильямом Гроуом в 1839 году. Он известен как отец топливной ячейки. Уильям Гроу генерировал электричество путем изменения электролиза, воды для извлечения водорода и кислорода. Отключив от электролитической ячейки батарею, Гроу с удивлением обнаружил, что электроды начали поглощать выделявшийся газ и вырабатывать ток. Открытие процесса электрохимического холодного горения водорода стало знаменитым событием в энергетике. И в дальнейшем такие известные электрохимики, как Оствальд и Нернст, сыграли большую роль в развитии, теоретических основ и практической реализации топливных элементов и предсказали им большое будущее. При обычном горении в кислороде протекает окисление органического топлива, и химическая энергия топлива неэффективно переходит в топливную энергию. Но оказалось возможным реакцию окисления, например, водорода с кислородом провести в среде электролита и при наличии электродов получить электрический ток. Топливными элементами заинтересовались создатели космических аппаратов. С средины 60-х миллионы долларов вкладывались в исследования топливных элементов. Работа тысяч ученых и инженеров позволила выйти на новый уровень, и в 1965 году топливный элемент был испытан в США на космическом корабле «Джемень-5», а в дальнейшем на кораблях «Аполлон» для полетов на Луну в программе «Шаттл». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 А-а-а! А-а-а! Сынып-сынып шартылда, ченниеттен төгіліп, Сынма дейін дейін, дейін, ақсанама шай болып, Күймылдарын жарашық, қыз қиялы тавышмақ, Мұн бейін билеймін. А-а-а! 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 Би-ге түшіп келдені, биден алып, қани еп, Чашос, онын еттенін. Биден алып, қани еп, чашос, онын еттенін. А-а-а! Вони не уявляють свого життя без музики. Вони не мислять себе без творчості. Вони унікальні особистості. Вони – це музиканти, гості Алия Хаджабадінової. Дивіться розважальну програму «Джанлу Студіо» щонаділі о 19.30 на каналі АТЕ.